выключить она будет тоже все показывать но здесь она ёб твою мать ты сейчас не нажал, да? я думал двою буду да распаковывать то уж конечно не будет сборку будем просто показывать я буду рассказывать сборки теперь так дознать вот слишком блядь нихуя я пиздился а я тебя пиздил я туда пиздился чуть-чуть это все правильно а я тут блядь ёб твою мать сука обидно да? супер нет мы пол часа убили на анбоксинг на распаковку на вся хую блядь и тут на тебе пиздец сука ну сними вот этот момент да вот я смотрю как мы сейчас ржем с тобой а мы вот это егу с ней выложим блядь как вроде не до хэм так мы облажались блядь шейкой делали анбоксинг пол часа время не снимали а ты сука оказалась не включена камера ёб твою мать охуеть лажат ну давай начнем собирать и я в пути в процессе сборки буду рассказывать что из чем состоит ну или ты будешь дополнять ну естественно я пока ставлю на вообщем дубль два дорогие мои подписчики канала youtube корпус который я показывал рассказывал называется нихуевый такой корпус да кто то один бой устанавливается снизу даже два IPO устанавливается снизу продав A Burl а два штуки снизу один на заднюю стенку 조 еще устанавливается надо еще понял устанавливается на крышку не посредством саду округла баку которая заставoi action системы куп и непосредственно там есть кошечка через которая груэшки можно все это察ит наблюдать семьей от SDI OO Date который поверяет о complexesы зад Troy вот этот вот вот этот задний колер подсвечивает светодиод не знаю мне эти красоты как говорится нафиг не нужны но тем не менее раз есть пусть будет да к тому же здесь есть сверху сверху такая вот замечательная хуевина в которую можно просто взять воткнуть любой совершенно вот видите дырка такая дырка отверстие нет сада можно воткнуть сюда жесткий диск то есть без всяких проводов тупо вертикально стыкаешь и можешь его использовать в общем вот вот такая полезная хреновина вот это особенно сверху этот разъемчик выглядит он вот так спереди не притязательно как бы есть два борта usb наушники и микрофон стандарт понятно да и мы начинаем первым делом монтировать сюда на блок питания давай же держи ты хаваешь шоколадку я тебя отвлёк от снигерса заебать к кинг-сайз такие снигерсы знаешь что он напоминает хуй негритянские такие же длинные и сладкие я не хотел сказать что они длинные и сладкие я хотел сказать что они такие толстые черные в общем вот блок питания на 700 ватт не самый хуевый блок питания по-моему даже и очень даже не хуевый блок питания по качеству очень хороший он же говорит джек разбирается его можно верить он говорит долговечный он говорит комп у тебя 10 раз горит а блок питания еще будет работать в общем то вот блок питания и мы начинаем его монтировать вставляем вот туда к хуям собачьим винтов где болтов хуй эти болты не для этого это для системника чисто чего ты взял они для болта питания они здесь в комплекте даже ну они для кулеров вообще идут не факт ну и сколько на чё фурыч фурыч а я пока поставлю на паузу а чё паузу ставить вот я буду тебя снимать за работой как ты работаешь у меня отвертку принес отвертку вот жёлтый отверток держи пиздец мега у меня крестовых отверток других нету у меня только одна крестовая отвертка она удобная я ей пользуюсь за епись я ей системник старый свой раскручивать вот кстати можете посмотреть старый мой системник кто-то говорил что у рома DVD не может быть хуевого окна у него просто заебись пиздец мощная машина так вот ребята вы ошибались у меня довольно слабый комп который прослушал мне сколько лет Джейнка ой блядь сколько же когда же я его покупал то блядь я даже не вспомнил ни хуя он мне много раз много раз ломался но ломался так что я его собственно ручно мог отремонтировать я человек который ни хуя не собирает не соображает в компьютерах я тем не менее мог его ремонтировать то есть не страшны были поломки единственное первый раз как-то сгорела видеокарта NVIDIA GeForce 7600 GT она была зеленого цвета ну вот я купил точно такую же только красную вот видите как выглядит мой компьютер как видите кулеры все вот так выглядит мой компьютер то есть без крышки все дела чтобы охлаждение было лучше культ приходится выколачивать из него раз в месяц но тем не менее эта рабочая лошадка прослужила мне очень долгое время очень долгое время ну для компьютера который к тому же был куплен из бушных запчастей абсолютно все бушное то есть нового в нем вообще ничего нет кроме блока питания который кстати тоже не так давно меняли а меняли его зимой не так давно год назад почти зимой его меняли блока питания в общем то больше ничего в этом компьютере не меняли кроме вот видеокарты я же подсказываю непосредственно да 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 анбоксинг к сожалению мы не смогли записать потому что ее камера была отключена мы как долбоебы полчаса пиздели когда распаковывали все запчисли для компьютера ну вообщем вот так выглядит непосредственно сама материнская плата вот это Rivera спешо напомнить что материнская плата это не часть элементов разъем он у папаши а материнская плата это ни какой нет твоё огород, Женька ни в коем разии про материнские элементы это я про материнскую плату говорю материнская плата выглядит вот так то есть в ней есть процессор центральный который, как помысло Сколько он? 8 ядерный центральный процессор FX8150. В нем 8 ядер по 3,5 ГГц каждое ядро. То есть довольно мощный компьютер. Здесь 4 разъема для оперативной памяти и 2 разъема для двух видеокарт. То есть всего-то непосредственно есть два разъема и двух видеокарт для винтов. 6 разъемов. В общем вот так он выглядит. Куча портов, всякой хуеты и вот держи ЖЭКО. А вот так у нас выглядит коробочка из-под видеокарты. Некоторым интересно на самом деле как теперь внешне запаковано. То есть вот такая вот коробка NVIDIA. Издатель Gigabyte. Вот такая вот коробочка от видеокарты GeForce GTX 660. У которой просто пиздец. 2048 метров в ней. То есть это ебать копать. Вот такая вот задняя часть, тыльная часть коробки, где рассказывается, показывается охлаждение. Ну, вряд ли это будет видно на видео. Посмотрим на саму же видеокарту. Видеокарта у нас просто красавица. Два кулера из прозрачной пластмассы. Темная, тонированная прозрачная пластмасса. Медные трубки для охлаждения. Она огромный лапоть, я вам скажу. Видеокарта довольно-таки тяжеленькая, большая. Тут есть везде всякие перфораторы, препараторы, сепараторы, блядь, прочая хуйня. Вот, пожалуйста, как его ебаный радиатор, да, вспомнил. Вот, радиатор. И на каждой хуйня надето вот такие пластмассовые гандончики, чтобы не покоцать, как говорится, контакты. Здорово. Вот. Также мы распаковали оперативную память для компьютера. Находилась она вот в такой коробочке. 8 гигов, корсар, видеокарта. Корсар, кстати, сейчас есть наушники, корсар, мышка корсар, игровая клавиатура, геймерская корсар, которую дают в Warface за участие в косплее. Там дарят тоже производство корсар, разные прибамбасы. Вот у меня в данном случае такая вот коробочка была, когда мы распаковали. Сам себе подарил. Да, сам себе подарил. Вот, я сам себе подарил. Вот такой еще гандончик был здесь, чехольчик, гандончик такой, водонепроницаемый. И вот как выглядит непосредственно сама оперативная память. Взял я немножко, маленько всего 8 гигов, то есть всего чуть-чуть. То есть на старом компе у меня 3 гига, вот на этом вот компе у меня всего 3 гига. Здесь одна планочка, правда DDR3, конечно, не DDR2, но 8 гигов. Взял пока немного. Потом буду докупать, конечно, еще одну. Хотя там на материнке 4 входа, то есть хрен его знает, может еще понадобится. Но пока я решил ограничиться всего 8 гигабайтами, я думаю, в принципе, мне этого должно вполне хватить. На 30 гигабайт. Нет, ну я, конечно, могу сделать, докупить эти планки, но я думаю, пока 8 гигабайтами хватит на первое время, да? Проверить, как и что. То есть старые материнки, там непосредственно идет просто плата, и эта плата вставляется. Здесь мы видим пластмассовая защита стоит, напоминающая какой-то радиатор. Она защищает непосредственно саму оперативную память от различного рода повреждений, там царапин, хуяпин. Если даже молотком по ней уебать, то очень хуево придется покупать новую. Вот такие вот пироги насчет оперативной памяти. 8 гигов. У меня тоже бесит эта хуйня, когда болтики свалят с отверткой синномагниченной, это просто пиздец. Так же у меня вот на магнитизверку, или примотать к ней ее изолентой, магнитка отверткой. Так же есть винт на 1 терабайт, то есть была возможность на сколько взять, ну 3 максимум, да? 3 терабайта была возможность взять винт. Но я просто не понимаю, для чего нужен больше терабайта винт вообще. Это лично для меня. Мне зачем? Я не знаю. У меня на старом компе стоит винт всего 500 гигабайт, и почти половина винта не заполнена ничем абсолютно. Ну, то есть... А я терабайт не хожу почти весь свой. Ну, видишь, я хлам удаляю, в отличие от тебя. Я не плюшкин из пояски Грибоедова. Я хламу нету. Я не коплю аниме, как ты. Раскуплю. Ты дайди хоть у меня одно аниме. Наруто. Сэвару вуа, матроски, блядь. Я аниме сейчас не храню, не коллекционер. Ну, порнухуй. Ну, порнухи-то будем. А че у тебя есть? Игры, игры, фильмы, сериалы. Вот. А я сериалы не качаюсь на них онлайн. Ну, кроме одного сериала там. Программа. Ну, да. Они так много весят. Ну, да. В общем, вот он на терабайт винт. Так он, Seagate или что мы взяли? Вестон Диджитал. Вестон Диджитал. А че мы Seagate отказались брать? Дороже он был? Слишком дорогой. А, ты мне винт другой взял? Нет. Вестон Диджитил. А мы с тобой хотели Seagate, да? Seagate, наоборот. Они сыпятся и браком много. Это надежно. Ну, да. У меня на компе стоит сейчас Seagate. На, как я уже сказал, полтерабайта. Ну, это уже третий винт на этом компьютере. Кстати, вот что еще летело. Да, у меня. Ветельный винт. Два винта полетело. Вот этот третий уже на компе стоит. Мне не очень надежно. Барракуда. Да. Сидит барракуда. Сидит барракуда. Да, сидит барракуда. Это серия. Как производитель сидит все. Ну, почему у меня барракуда, мне ее все советовали. Раньше она очень хорошая была. Да. Несколько говорили, до 50-го года. Потом они по меня пошли, а сейчас они с Samsung объединились. Не, на компьютер то у меня раньше чем. Сейчас они с Samsung объединились. Сейчас, как бы, я не знаю. Вот. У них два с половиной видео пошли много жестких. Как бы, ну, вроде как ничего. Ага. То, что качество, ну, немножко получилось. У тебя что-то их делали? Кильми. Кулер. А, редактор. Да. Вот здесь мы можем наблюдать радиатор непосредственно для самого, для материнки, для самого процессора. На материнку. Вот он такой огромный. Можно представить с Мейнстаром. Там просто стоит обычный кулер на материнку. Здесь просто гигантская, огромная такая вот хуйня. У тебя с собой термопаста есть? Там есть она. А, блядь. Где? А, даже. Не забудь промазать ее, да. Я сиди, блядь. Знаешь, кому ты говоришь сейчас? Ну, мало ли. Что-то бывает от кнопочки. Ну, это я проебал, блядь. Ну, я проебал, что мы с тобой не сняли анбоксинг. Ну, что теперь поделаешь. Видим, из той же самой пластмассы сделаны непосредственно сами. Ну, заебись. Блядь, они эти термопасты, блядь, они не пожалели, что ли? Пиздец. Мало ли еще, а может еще что-нибудь хочу намазать термопастой. Зубы ей почистим. Зубы ей почистим, блядь. А здесь вот, здесь мы продолжим разговор про непосредственно сам кулер, да. Идет такая же пластмасса прозрачная, тонированная, как и тонированная, как и стекла на машинах всяких хачебеков. Ну, в общем, дело не в этом. Просто огромнейший, 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 блядь. Кулер и радиатор, это с медными также трубками для охлаждения идет. Вот он, вот такой вот весь большой и интересный. То есть, массивные, насильные вещи. Довольно приличный, кстати, он на вес. Несмотря на то, что алюминиевый, из алюминиевого состоит кулер, вот эти медные трубки просто по всему кулеру проходят, и поэтому... Не наиживайте в техниках, как на пасты и тонны. А, ты сейчас будешь его ставить? Конечно. Так. Материнка установлена, блок питания, системник уже установлен. Сейчас будет Джека промазывать непосредственно сам процессор, поверхность процессора термопастой. Что тебе дать? Отвертки, раскалывая, раскалывая материнка. Вот. Термопастой промажет поверхность процессора и прилепит туда вот этот радиатор с кулером. Слушай, как он будет крепиться на термопасту? Что-то я чуть не понимаю. Может к ней прилегать полотно и должен, разве нет? Угу. Угу. Ну, а ту же решетка он рвет... Угу. 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 В общем, вот такие вот распаковочки, упаковочки прибамбаса. То есть, вот есть еще DVD-привод, он на кровати валяется. Ну, DVD-привод, ничего интересного в нем нет. Да, точно такой же принцип можно наблюдать и здесь. Только тот новый, ASUS, и не глючит, как старый. Ну вот. В общем, вот такие вот гораги. Чуть позже, когда мы уже закончим сборку, вам покажу его в собранном состоянии. Всю эту машинку. и посмотрим улыбнемся. Ладно, сейчас пока. Что, совсем вообще никак? И вот мы можем с вами наблюдать первые огрехи в работе нашего мастера, ламастера. То, что он сперва оставлял материнку, а потом не получилось прикрутить непосредственно сам, как говорится, из памяти вылетело радиатор-обладитель, кулер. Точнее, спустя много не получилось бы, конечно же, но это пришлось бы ебаться на 15. В общем, проще намного снова открутить материнку и прицепить туда кулер, а потом уже вкручивать его непосредственно на стенку системника. Иначе это все довольно проблематично. Да, ты вытащи болты, потом вытаскиваешь. А я что? Тебе пивка наличит? Угу. У тебя там есть еще. Ну как тебе пиво с шоколадкой? Нормально. Не примутать. Ебать капать, что ты не открутил? Хе-хе-хе-хе. Да открутилась. Сучит, не потяжится. Посмотрите, какие жадные пидорасы. Какие жадные пидорасы. Женька мне сейчас кинет упаковку от термопасты. Я вам покажу, продемонстрирую, какие они жиды и жлобы, блядь. Те, кто... Ну, какие... Ладно, хуй с ней. Я сейчас сам ее достану. Потому что... Потому как он занят, блядь. Срочным делом. А я вам... А я нихуя не занят. Мне остается только пиздеть. А то во всем... Я вам сейчас покажу упаковку от термопасты. Она... Это жидовские морды. Вы даже не представляете. Это жидовские морды. Посмотрите. Посмотрите эту пиздюлю. Вот столько, всего лишь столько термопасты. Термопасты. Ааа... Вот. Всего лишь столько термопасты. Разработчики... Эти... Как... Как... Что? Ёб твою мать. Как их назвать-то, блядь? Этих пидорасов-то. Эээ... Их уже назвал. Ну да. Пидорасы и жиды положили... Эээ... В эту... Как ее... Чем мы от этой коробки доставали с плоской? Процессор? Эээ... 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 Ну ладно. Пусть будет процессор. Короче говоря, для охлаждения процессора вот столько термопасты всего лишь положили. То есть... Эээ... 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 Вот, КБТ-8 это белая, а серая, Женька, хуй ее знает, а я тем более, в душе не богу как она называется, серая термопаста. Вот, старый комп, у меня на белой термопасте стоит, приклеил, прикрутился, наверху, держится, ну заебись, отлично. Про жадных евреев я рассказал, теперь продолжим дальше сборку, я пока ставлю пауз. И вот, большая часть работы уже проделана, осталось только воткнуть жесткий диск, оперативку и видеокарту. В общем-то, после этого установить винду, и можно будет уже делать пробный запуск сборки, то есть смотри, вообще запустится, не запустится, заработать, не заработать, то есть, уже будет видно, как говорится, после этого. Где-то он заработает. Не, ну заработать должен, конечно, ладно. Не, ну сперва до винды, конечно, его запустится, я надеюсь, посмотрим. Смотрим. У меня такая амульция пришла, блядь, надо же опять решетку снимать и выдирать эту хуйню для жестко, так и потом сообразил, нахуй. А снизу, он не закрытый снизу, там плата стоит и все снизу, да? Че, здесь? Нет, я имею в виду на жестком. Он закрыт, снизу не закрыт, как раньше делали, да? Да, вообще. Барракуду раньше закрывали. А ты помнишь, барракуду в резиновую оплетку еще заматывали? Не помнишь? В резиновые чехлы им еще одевали, на винты. Они еще и гресят из-за этого, как собаки. Нет, это просто не старт. Ну, у меня был такой винт, он быстро полетел, между прочим. Наверное, от перегрева и слетел, блядь, винт. Кстати, надо будет Эверест, наверное, скачать, да? Тоже. Ну, надо за температурой следить. Датчиков все хотим дать. Но я всегда смотрю температуру, чтобы видюха не грелась, там больше 70 градусов. Все, главное. Но это будет как собака, на ней можно будет яичницу, я думаю, жарить на этой видеокарте. Нет. Она же, несмотря на кулеры, все равно будет как-то, как-то, блядь, своя, ровнее, передушная. Какая у тебя? Не тишная, ну, без доп. питания, а это не греется. А у меня с доп. питанием дополнительно, да, тишная? Да. А что, доп. питание дает меньше нагрева или что? Да, да. Куда же лучше работать? Контрольно. Ну, все, помониторить, я думаю, будет не лишним, как он работает. Или, я думаю, вполне оправданно будет мониторинг непосредственно самих частей компьютера. Но видюха, конечно, блядь, это целый щедевр. Я удивляюсь, просто у меня никогда таких не было, и поэтому, поэтому я удивляюсь. Впервые собирается такой вот комп у меня, что просто звери, что пиздец, как говорится. И стоил он, как собака, ел бы твою мать. Но я думаю, он стоит своих денег. Женька скажет, я уверен, что он даже дороже стоит, да? Не так ли? Да, да, да. Женька работает в конторе, в которой такие компы продают даже дороже, чем получилось у меня. Ну, это опять же, по блату, как говорится. Вот так что, обращайтесь. Реклама. Слушай, а что, может, и рекламу сделаем на ютубе, а? Можно. Потом. Обговорим, сколько она будет стоить. Я сделаю рекламу. Лей шутить, она халява сделала. Так что, уходим пока на паузу. И будем уже ждать конкретной уже окончательной сборки. Так, мы собрали корпус, полностью уже системник, уже системник, можно сказать. То есть, наблюдаем радиатор, который будет охлаждать процессор восьмиядерку. Почему блок питания не понадобится? Потому что у него блоки питания есть. Нет, а ты на видеокарту воткнул блок питания? Она есть, просто на себе. Блок питания есть. Имеется у нас снизу блок питания. То есть, как стандартно видите, сверху блок питания. Здесь располагается снизу блок питания, непосредственно на самом низу. То есть, под блоком питания есть решетка, которая охлаждает его. То есть, он на ножках. Снизу поставили мы... Чего у меня за головой еще? Что, сука, вы считаете? Жесткий диск, да, хард поставили. Здесь вот DVD-ROM привод. В общем, видеокарту, видите, да. И вот материнская плата. И куча кулеров, которые через несколько дней здесь появятся. Эти кулеры, их ебаная тучи. А не появятся через несколько дней. Я вам еще раз покажу, как их модификация будет выглядеть. В общем, вот так сейчас мы будем этого монстра от доктора Франкенштейна оживлять. Не помню, как звали этого монстра. В общем, игровой, самый настоящий, что и не есть, настоящий игровой монстр. На сегодняшний день это действительно, как сказать, Женька, действительно мощная вещь, да? Почти топ. Почти топ, да? А топа не хватает ему чего? Только памяти, наверное, оперативки. Нет, топовые, практически топовые. 300 лям рублей стоит. Ты подъебал мне сейчас? Нет. Хочешь, даже садик покажу. Практически это даже не топ. Это топ. Там по две видюхи, по три видюхи стоят. Титана. А нахуя? Сейчас нет таких ничего, чтобы... Нужны они были. Есть даже намки по два процессора. А, ну нет уже вообще ничего. А для тех, кто занимается разработкой, наверное, игр. Нет, игровые. А? А игры? А назови мне хоть одну игру, для кого и понадобится такая мощь. А такие собирают, хотя на три. Ну, собирают. А хоть одна игра есть? В Москве таких серых центров дохоя. Одна игра хоть есть такая, для которой нужно? Нет, нет. Как бы, ну... Вот он-то и оно, что как бы... Это можно считать... Но за те же деньги, которые они собирают, там нужно это в 1100, может быть, в 150. Ну, вот игровая машинка стоит. Игровая машинка, в общем, собра мы. Давай, Жека, завинчивай эту крышку. Вставляй. Наживляй. Да я даже не завинчивать, ее просто надеть. Да? Нет, это ничего. Она еще и на шурупах. Вот, видите, в ней окошечка есть в этой крышке. Плексиглазовая, так сказать, пластиковая. Ну, плексиглаз это громко сказано, потому что здесь просто китайский пластик в крышке. Да, вон, все под ногами же валяется. А, пакетик же был с шурупами. Нет, пакетик... Да, с этого. В общем, собрали мы компьютер. Вот он уже в сборке у нас системный блок. Осталось только подключить. Но, к сожалению, мой кореш-женек... Ёбаный, блядь... Сука, проебал, блядь, провод. Проебал, провод. Короче, он тупо просто забыл. А что толку-то на мониторке, а не нафиг один. Ну, монитор у меня к ноутбуку. К ноутбуку? Можно было бы. Ага. Че? Наоборот, не ходишь к ноутбуку, только к монитору. Системный блок. Сука. Да нахуй. Да, да. А использовать монитор ноутбука, а что? Нет, ноутбук, например, не заиспался. Че себе, наебаловый. Это же компьютер, что ли? Вот, наебаловый. А не монитор, блин. Я, может, думал, там вход какой-то есть, просто экран загоняется. Ну, в общем, теперь я сейчас выдерну системный кэшнур, выдерну и подключим к компьютеру непосредственно уже к самому системному блоку. В общем, поэтому мы с вами, дорогие мои подписчики канала, сегодня заканчиваем все эти обзоры, все эти блядские похождения. Потому что сегодня мне предстоит долгая ночь, установки винды, кучи программ, всего прочего, дохуя и больше. В общем, встретимся через несколько, наверное, дней. И через несколько дней я уже с нового компа сделаю какой-нибудь обзор, какую-нибудь пиздецную еббательскую игрушку на полной графике, где там жесть полнейшая будет. И уже будем рассуждать о чем-то новом и интересном. Вы, кстати, сделали голосование за какую игру, пусть они тебе приглашают. Да, кстати, неплохая вещь. Ребята, вконтакте, в группе я сделаю голосование и выберу несколько топовых игр с максимальной графикой. То есть, и вы выберите с помощью голосования на какую же игру сделать обзорчик. Серьезный или юмористический, как получится, лично он мне, я не знаю. Скорее всего, просто простебу, как всегда, поржу, да и все. Хотя, хуй его знает, получится, опять же. В общем, как всегда, не умею быстро прощаться. Все, всем пока. Пока, пока, пока. Дрова автономить. Вот уже комп после сборки конкретно стоит, уже и работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok